канал gt класс с вами андрей щетников я хочу обсудить очередной кажущийся парадокс связанный с конденсатором об этом парадоксе нам напомнил один из самых вдумчивых подписчиков нашего канала андрей кузнецов и парадокс формулируется так вот представьте себе что имеется у нас плоский конденсатор уже заряженный ну и я нарисовал его пластины не черточками а вот такими полосками имеющими некоторую толщину чтобы показать что все заряды избыточные собраны на внутренней стороне пластин значит здесь это минусы электроны но здесь это плюсы недостаток электронов которые когда мы заряжали конденсатор перебежали с одной пластиной другой а потом мы все разомкнули ну вот такая у нас ситуация электрическое поле находится внутри конденсатора а теперь мы делаем простую вещь берем ну и как вот так нарочно рисую вдали этот провод и замыкаем пластины через провод и мы с вами прекрасно знаем что произойдет электроны должны перебежать по проводу конденсатор скомпенсировать вот эти избыточные плюсы конденсатор разрядится в итоге о том куда уходит энергия сейчас обсуждать не буду это мы обсудили уже и так достаточно вот парадокс теперь про другое спрашивается а вот когда мы замкнули этот провод откуда эти минусы которые находились на внутренней стороне пластины узнали о том что здесь появился путь по которому можно пройти с одной пластины на другую ведь эти минусы они продолжают притягиваться вот этими плюсами правда так что казалось бы что они так и должны продолжать притягиваться с одной стороны с другой стороны все мы прекрасно знаем что конденсатор разрядится он обязан разрядиться ну и где же здесь решение этого парадокса а решение опять находится в той же плоскости что и у многих парадоксов которые мы обсуждали раньше мы изобразили здесь опять некоторую идеализированную ситуацию потому что в реальности а на краях вообще будет поле вываливаться наружу и б на самом деле какое-то количество зарядов очень небольшое положительных будет пребывать на этой стороне пластины ну и отрицательных соответственно с этой стороны и это можно понять если мы изменим так сказать масштаб картинки представим себе что мы отодвинулись и видим такой маленький конденсатор там вдали ведь фактически это такой электрический диполь плюсы с одной стороны минусы с другой а мы знаем как устроено поле диполя давайте его здесь изображу значит помимо вот этих линий должны быть и вот такие силовые линии она у меня ушла здесь и подошла с этой стороны они расположены отнюдь не так густо как те которые внутри здесь плотность зарядов высокая здесь плотность зарядов низкая но тем не менее электрическое поле снаружи конденсатора слабая тоже есть но это значит что у нас есть поле направленное непосредственно вдоль провода слабое но те минусы которые находились вот здесь рядом они побегут по проводу эти электроны побегут на ту сторону вдоль электрического поля и как только они отсюда уйдут значит они немедленно будут скомпенсированы минусами которые перетекут и с внутренней стороны и таким образом ну не берусь сказать с уверенностью это зависит от параметров ситуации напрямую или минусы пойдут через если медленная разрядка про если разрядка происходит медленная ситуация такая есть очень большой очень большое сопротивление вставлено ситуация квазистатическая то у нас все время минусы будут по внешней поверхности распределяться если разрядка происходит достаточно быстро то по видимому как бы квазистатика рухнет и минусы пойдут напрямую через металл ну зависит от ситуации но в любом случае как бы все начнется того что электроны вот здесь которых немножко как это вот избыточные электроны на поверхности и соответственно у нас вот здесь недостаток электронов есть вот здесь на поверхности с этой стороны то есть вот эти места почувствуют наличие провода а дальше электроны начнут перебегать и перемещаться на ту сторону но как это как я всегда должен сказать электрический ток потечет в этом направлении не путаем движение или к направлении движения электронов и направлении движения электрического тока как бы это никого-то не возмущало вот ну и вывод здесь ровно такой же который мы уже много раз подряд делали мы рассматриваем какую-то одну модель идеализацию которая нам удобно в большинстве ситуаций вот большинстве ситуаций когда мы рассчитываем емкость конденсатора нам помнить о том что какая-то часть зарядов незначительная оказалась на внешней стороне пластины совсем не нужно в тот момент мы об этом превосходно забываем но иногда в некоторых ситуациях об этом нужно вспомнить а иначе у нас возникает парадокс которым мы не знаем как справиться а все парадоксы такого рода они все завязаны на одно и то же идеализация которая была принята в одной ситуации и прекрасно там работала в этой новой ситуации не совсем работает и нужно уточнить модель вот мы ее уточнили и много раз такое было еще много раз такое будет а сейчас спасибо вам за внимание